Я у вас спрашиваю, слышали ли вы что-то про санкции? Кто я главный? Что она? Где? В какой тюрьме сидит сейчас? Какое ваше дело? Возомнил себя что-то? Я вольный, свободный человек, представитель свободной страны. Все империи к чертовой матери развалились. Не трогайте Украину, поиграем в игру в кальмара. Элон Маск при желании, если захочет, может купить Россию? Я хочу, чтобы Россия развалилась к чертовой матери. Надеюсь, что добрый. А вы как думаете? Я не знаю, как вы думаете. Вы из России, россиянин? Я россиянин, да. Гражданин России. Гражданин России. Я только что читал новости, просто снова пересматривал видео Байрактары, как наши работают на фронте. Ну, это же хорошие новости. Говорят, санкции вела Россия из-за Байрактаров. Почему-то Турции. Читали новости? Да я много чего читал. А можем вам вопросик задать? Я про санкции хотел уточнить, про санкции. Не считали вы про санкции? Да нет, нет, а давайте одну милочку. А почему не, нет? Не, одну милочку, молодой милочкой. Почему не, нет? Давай, одну милочку, молодой милочкой. Вообще, никуда не тороплюсь. Давайте сделаем так. Давайте. Вы очень много говорите, как женщина. Это называется сексизм. Вы вопрос, я ответ. Вы много говорите, как женщина. Я вопрос. А женщина это что, хуже, чем мужчина, что ли? Нет, нет. Я у вас спрашиваю, слышали ли вы что-то про санкции, про санкции, которые ввела Россия в отношении Турции? Минуточку. Почему вы меня перебиваете? Закрывайте мне рот. Это же чат-рулетка. Тут все равны. Я тут главный. Ввела, ввела и ввела. А какие санкции она ввела? Кто главный? Кто я главный? Я понятия не знаю. Расскажите мне, вы же больше знаете про нас. Да, я как раз читал новости. Запретили ввоз турецких мандаринок. Молодец. Что вы говорите? Да, серьезные санкции, правда? Как же мы будем жить без санкций? А я не знаю. Мне, честно говоря, плевать, если честно. Это серьезные санкции. А почему именно такие санкции ввели против Турции? Какие-то? Могут ли какие-то еще другие ввести? Подожди. Молодой человек, одну минуточку. Мы с вами договорились. Если нет, я пойду дальше. Вы мне не строгий преподаватель, а я не успевающий ученик. Вы вопрос, я ответ. Я вопрос, вы ответ. Если нет, то до свидания. Так вы мне что, развернуто. Я же спрашиваю, почему именно... Почему именно такие санкции ввела Россия? Почему каких-то серьезных не может ввести? Спрашивать? Спрашивать? Теперь моя очередь. Так вы же не ответили на вопрос. Вы же не заметили. Вопрос же простой. Ну да, нет. Да или нет. Что за ответ? Да или нет? Я не знаю. Я ответил. Я не знаю. А, хорошо. Давайте задавайте тогда вы. В пятый раз я плохо слышу, что-то. Хорошо слышу. Задавай тогда ты вопрос. Меня интересует судьба Надьи Савченко. Что она где, в какой тюрьме сидит сейчас. Как она голодает, не голодает. Насколько я понимаю, Надя Савченко, наша Надя Савченко, это гражданин Украины. И не имеет никакого отношения к вам, к России. Какое ваше дело? Чего вдруг бы вам интересоваться судьбой гражданина Украины? Это не ваше дело. Отвечаю. Отвечаю вам. А какое ваше дело? Какие санкции мы ввели? Так это же касается непосредственно... Мы же не гражданин России. Это же касается непосредственно трех стран. Россия, Украина и Турция. Конечно, касается. А при чем тут... Стоп, стоп, стоп. А при чем тут Украина? Так санкции за что? За что вы ввели санкции? За что? Я же сказал, я не знаю. А, так я расскажу. Я расскажу. Почему это касается Украины? Санкции, запрет на поставки мандарина. Коротко ввели за использование вооруженными силами Украины на фронте российско-украинской войны беспилотника турецкого производства, который уничтожил вашу Д-30, вашу артиллерию. Поэтому, как это не касается нас? Конечно, касается. А Савченко, как вас касается, россиян? Я понял. Во-первых, ну, я же за него переживаю. Вот, смотрите, одну минуточку. Во-первых, ваш главнокомандующий, ваш министр обороны сказал, что это... Министр обороны не главнокомандующий. У нас есть главнокомандующий вооруженными силами и верховный главнокомандующий. Главнокомандующий сказал, что бомбил, да. Да, да, да. Объявленный обороны сказал, что это фейк. Это раз. Нет, это не так. Мы не вводили санкции мандаринами. Мы... Не надо мне рассказывать, правда или нет. Как это не надо? Я тут главный, я рассказываю, конечно. Да, да. А какой ты нахуй главный? А кто ты мне такой главный? Я украинец, я представитель свободной страны, вольный, свободный человек. Я вольный, свободный человек, представитель свободной страны. Конечно, я главный, естественно, а как же? Это ты сейчас для своих подписчиков? Нет, для тебя тоже. А для меня ты никто. Для тебя, почему? Ну разве для тебя человек, который вольный, свободный, не главнее, чем раб? Мне кажется, что вольный человек всегда над рабом, самый главный. Это ты своей уйти говоришь? Ну и тебе в том числе. Порадуйся немножко. А скажи-ка мне, пожалуйста. Давай. Вот насчет слова раб, да? Да. Вот я как-то полистал тут историю Украины. Кошмар. А какую книгу именно? Какую книгу именно? Топа в Турции. Какую книгу именно? Топа в Турции нормальную книгу. Какую, 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 какого автора? Какого автора? Я тебя спросил. Ага, давай. Ты оспариваешь, что правобережная Украина была под... Чем вся эта история всегда для них заканчивалась? Все те, кто пытался захватить Украину, чем заканчивалось все для них? Так. Я тебе расскажу. Смотри, это очень несложно. Частично... Не надо... Как? Ты же задал мне вопрос, а я тебе отвечаю. Не-не-не. Ты мне задал вопрос. Звук мне убирать нельзя. Здесь я главный. Здесь я решаю, кто кому убирает звук. Я решил, я убрал. Смотри. Вопрос очень интересный на самом деле. Про разные империи. Про австро-венгерскую империю. Про российскую империю. Про империю Рейха. Про гитлеровскую Германию. Про советскую империю. Все империи, которые пытались захватить, оккупировать часть, либо полностью Украину, либо часть Украины. Все империи к чертовой матери развалились. А осталась последняя. Одна. Российская империя, которая сегодня называется Российской Федерацией. Она захватила часть нашей страны в виде полуострова и часть Донецкой и Луганской области, включая мой родной город. И она к чертовой матери развалится. История Украины учит, ну, нас учит не повторять ошибок, хотя, конечно, для нас это всегда сложно. А всех тех, кто не является украинцами, а читает историю Украины, она учит о следующем. Не трогайте Украину. Не лезьте. Никогда не нападайте на эту страну. Потому что в результате этого нападения вы, как страна, развалитесь. Нет ни Австро-Венгерской империи, нет ни Германской империи, нет ни Советской империи, нет ни уже практически всех империй, частью которой, к сожалению, была, когда оккупирована часть Украины, когда-то мы были. Поэтому все. Вот история Украины учит к чему? Учит к тому, что есть рабы, а есть свободные люди, люди, которые постоянно борются за свою независимость, несмотря на то, что все хотят как лакомый кусочек захватить нас. Вот поэтому и говорю, что здесь я главный. Потому что я и есть представитель того великого народа, свободолюбивого, который всегда, несмотря на то, что мощные империи пытаются их захватить, всегда боролся, борется и будет бороться и отстаивать свою независимость. Мы за Украину будем воеваты. По-моему, более развернуто ответить, ну, наверное, уже смысла нет. Понял даже, наверное, представитель России 85-86. Давай 85-86. Какие еще вопросы есть? Поиграем в игру в кальмара. Номер 85-86. Ваш вопрос. Ты все закончил? Я могу звук включить? Ты думаешь, я слушаю твои лекции? Ты странный парень. Ну, нахрен мне твои лекции? Это же ты для своих этих говоришь. А мне это неинтересно. Если хочешь со мной разговаривать, давай. Вопрос, я ответ. Я вопрос, ответ. Если нет, большой привет. Давай поиграем в игру 85-86. Задавай свой вопрос. Я же тебя про Савченко спросил. Говорю, ответ мой простой. Не ваше дело. Все. Ну, доходчиво, правильно? Доходчиво. Ну, доходчиво, более чем. Задаю я вопрос. Ну, такой вопрос. Почему на сегодняшний день капитализация Газпрома составляет где-то приблизительно 100 миллиардов долларов? А капитализация такой компании, как Тесла, например, сегодня уже почти 300. Это не говоря уже про корпорации Google, Apple, Microsoft, Facebook и так далее. Я вообще про это молчу. То есть, Элон Маск при желании, если захочет, может купить Россию и на сдачу еще взять там, ну, я не знаю, возможно, еще у вас Байкал весь до донышка просто забрать и по бутылкам распечатать и отправить туда в Соединенные Штаты, куда-нибудь, в Мексику, например, у них проблемы с водой. Почему такая низкая капитализация в вашей ведущей компании? Это не ваше дело. Вот ты привел... А ты, что, американец, я спутал или ты украинец? Я украинец, да, украинец. А какое право ты имеешь говорить от имени Илона Маска, от гугла? А, конечно, а я тебе рассказываю, смотри, почему я главный, потому что я представитель свободной страны. Давай сделаем так. Не-не-не, ты спросил у меня, почему я интересен, какое имею право, я тебе отвечаю. Так я тебе отвечаю. Отвечаю, смотри. Отвечаю. Вы бы ты американец, я бы тебя слушал. Смотри, я тебе объясняю, Тесла... Я тебе объясняю, смотри, капитализация Тесла... Я тебе объясняю, ты послушай меня, чтобы я микрофон не выключал. Ты же послушай. Украинец. Так ты послушай меня, послушай. Вот ты испугал меня. Я так испугал. Так, 85-86 временно вышел из игры. Отвечаю. Капитализация Теслы привалила уже за 1 триллион долларов. Это, соответственно, 10 компаний Газпром. Какое я имею право я, как украинец, интересоваться судьбой России, и внутренними делами России, капитализацией их внутренних компаний. Я хочу, чтобы Россия развалилась к чертовой матери. Это мое желание и цель моего творчества в Ютубе, в моих действиях в том числе. Поэтому я желаю распада Российской Федерации как государству. Государству объединения разных территорий, которые на сегодняшний день являются оккупированными. Оккупированная Чечня, Дагестан, Якутия, Татарстан. Вы сегодня еще оккупировали часть моей родной страны, мой родной город в том числе оккупировали. Поэтому какое ты имеешь право, украинец? Прямое, непосредственное. 85-86 вступает в игру. Я слушаю тебя, сольешься, я тебя внимательно слушаю. Я тебя оккупирую, ты заткнешься или... Я никогда, я никогда не заткнусь. Да, не нашелся еще тот, который мне рот может закрыть. Я тут главный в счет рулетки. А что это такое-то? Я не собираюсь твой рот закрывать и себя не уважать. Я тебя спрашиваю. Давай. А чего ж ты тогда сидишь здесь в рулетке? У тебя оппировали часть страны. А ты не с автоматом и не на передовой. Потому что у нас байрактары есть. Есть. А? А ты не обидишь меня? А почему он не вернулся? А что же ваши рэбы? А почему он не вернулся? Куда не вернулся? Куда не вернулся? С байрактаром все хорошо. Не переживай. Смотри, какая штука. Ты не в курсе, что ли? Смотри, какая штука. Байрактары у нас есть. И для них есть боепри...